Доброе утро! Утро у нас, ночь глубокая. А мы победали уже. Да, а я еще не ужинал. О, не ужинал. Я что-то два дня вообще ничего не ем. И это, зубного, зубы начал лечить, в общем. Там мне поразворачивались рот. Это, ну, вставлять будут коронки, где что уголять там. Думаю, вот сейчас собираюсь умирать, а это самое, зубы собрался лечить какие-то. А ну надо вот, да? Надо вот мне. Вот, и пришли сегодня, в общем, мне сразу там по нескольку штук их лечат. Ну а сейчас не найти таких докторов, чтобы на дому вот так лечили. Все ж у нас стационарок везде. Я шипы и лявлю, они меня растащили там все добы. Ну вот, ну, ничего, Господь. И знаете как, ну, побаилось, конечно, чисто по-человечески. Страх такой. Тем более то, что у меня они боли, вот эти приступы постоянно идут. Вот, ну и мочевой сильно болит. И как бы тут, ну, они, знаешь, на чем концентрироваться. То ли на зубах, то ли на мочевом. А у Господа попросил, вообще страх отнял. То есть вот он часа полтора, наверное, мне сверлил там. Вот. А страха вообще ни капли не было. Ни капельки. Представляете? Вот. А меня хорошо слышал, да? Да слышал, я тоже думаю о зубах-то. Вот у меня бесплатно зубы ремонтируют в политзаключенном. Льгота такая. Они сначала выбили зубы, а теперь вставляют бесплатно. Но я пошел, а там такая очередь. И я не стал ходить. А тут нашелся один благодетель. И мне, ну, помогает, когда надо. Вот, вы видели, как напильника мне Игорь там шоркал зубы? Нижний, дальний. Прям в рот залазь. Самый последний зуб снаружи, который. А-а-а-а. Ты только иди сну не за день. Ты увидел я? Да, да. Острое. Подожди, ты куда давишь туда? Туда. Нет, только сюда. Туда не идет, ты в щеку тыщешь. Сюда, на себя тени. Как ты думаешь? Это от зуба? Конечно. Молодец. У тебя получается. Нет? Уже не так. Давай еще. Господи, благослови. Ну, вот, говорят, учиться надо долго. А поверь, будет нам. Давай на третий раз, что будет. Фух. Потерпим. Сейчас такое есть. Бог говорит, нечестивым поражает зубы. Я когда считаю, смеюсь. А там псалмопевец Давид говорит, сокрушает зубы нечестивых. Я себя к нечестивым-то отношу и тогда успокаиваюсь. А это, а они мне как-то насчитали там под сто тысяч сделать все. Поставить там эти керамические зубы там со штифтами. Ну, на сто лет в общем. Ну, лет сто еще будут жить, короче. Я уж что-то думаю. А вот я же думаю, может быть, не зря вот это все. Люди вот последние два месяца, два месяца идут какие-то людям сны, откровения, вот разговоры вот такие люди все такие, что тебя Господь поставит на ноги, надо молиться. И вот отовсюду, отовсюду вообще идут. Православные сектанты и все. И вот и всем сны какие-то. Может, действительно Господь поднимет. А было же вот это, помните, на Украине. Когда я была больная, я была очень скручена, сухая. Ноги у меня закрутились одна за другую, в коленках ноги согнулись и прижались к моей груди. Однажды два молодых человека вошли в ее дом, чтобы сделать фото. Женя сильно противилась, но они ответили, так надо. Сегодня это единственная фотография, подтверждающая ее состояние болезни. Женщина, она скрюченная совсем была, а Господь, она из баптистов, по-моему, и Господь поставил ее. Ну, там-то у нее таких доказательств не было, вот, а у меня-то целый архив там, вот, и люди это чудо, утверждение в вере какое будет. Ну, все равно, в последние же времена есть такие пророчества, что в последние времена будет Господь давать для вразумления людей такие вот свидетельства крепкие, да. А как не на мне еще показать свидетельство, да. Лежит 14 лет и, представляете, встал на ноги. У меня на днях такой вот разговор с человеком, ну, даже спор, наверное, зашел интересный. Вот я хочу, как бы, ваше мнение узнать. Ну, я, в принципе, утвердился в этом, ну, и хочу с вами поделиться и узнать ваше мнение, да. Ну, как говорится, в православии аскетика принята, да, и, ну, никто не против, да. Вот. Я недавно ролик сделал, но это не то, чтобы аскетика, знаете, а попросить испытаний у Господа, да. И вот некоторые люди, в общем, восстали против меня, типа, какие-то испытания, ты там в гордости, там, в грязные испытания, тебе, типа, хватит с тебя того, что имеешь. И вот, как бы, я сейчас начну, зачитаю, я тут сделал некоторые вывески, с псалмов начну, с псалом 138-й. Давид говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Потом, Еремия, 17, 9, 10. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Далее идет Иакова, 1, 12, блаженный человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит видит жизни, который обещал Господь, любящим его. Это все вот об испытаниях. Дальше опять, псалом 18 идет у нас. Кто усмотрит погрешности мои от тайных моих? «Очисти меня». Вот, то есть, какой вопрос мы все можем задавать, да? Мы же можем оправдать любые свои дела-то, да? Вот, нам кажется, а что испытывать? Да я и вот испытаний обойдусь, я и сам себя испытаю. А когда захочу, испытания это принижу. Когда захочу, вазы вышел. А и вот, ну, когда Господа я узнал, и появилась у меня ревность такая по Богу, вот 11 лет назад, да? Я сразу же, я еще не знал ни толкования, никаких ничего, но мне легло сразу на сердце просить Господа. Я тогда даже псалмы не читал, понимаете? А вот у меня вот ревность такая появилась. Я говорю, Господи, испытай меня, очисти. Если я хочу душу свою привести в порядок, я хочу быть перед тобой чистым, ходить, испытай меня, вот. И, ну, в общем, дал такие обещания Богу, ну, отказался там от мяса, ну, от много чего, от телевизора, от всего-всего-всего отбросил, вот, и попросил испытаний. И Господь дал мне прям несколько лет таких вот тяжких испытаний. Ну, и я, как бы, вот в этом ролике в своем рассказал о том, что я попросил испытаний, и люди стоят мне укорять, что не должен человек попросить испытаний, и все это гордость. Как вы смотрите на это? Ну, когда Давид просил, вы раз псалмы говорили, то я по псалмам пройдусь. Бог посылал ему испытания очень крепкие, испытания, но в этих испытаниях он уже не просил, он понимал, что это испытание. Испытание – это искушение. Не веди нас в искушение. Хотя Яков говорит, Бог не искушается злом. Искушение двух родов, а одно от Бога, а другое от похоти, от дьявола, может быть. От Бога только два. Это болезнь и гонение. Все. Ты находишься уже испытанный, ты все время испытываешься, и тебе просить об этом никак нельзя. Потому что ты прямо вошел в эту ячейку. Тебя Бог испытывает и днем, и ночью. Это не то, что боль была, я сходил, желудок режет, сходил в туалет, и теперь перестал резать. У тебя каждый день желудок. У тебя с почками. Какие выходят камни. Я как вспомню, у меня у самого, кажется, отвалится все. Вам не надо это ничего. Почему? Святые молились так. Я жития святых насчитывал, у меня два тома написано, седьмой и восьмым открытым оком по житиям святых. Я сравниваю, где с Библией сходится нет. И они прямо говорили, Господи, не знаю, что просить. Дать испытания не выдержу, без испытания не спасусь. Ты сам, Владыка, знаешь, сделай как тебе угодно. Я считаю, это самая правильная молитва. Я не прошу этого, я не просил. А ты нарывался, лес тебя арестовывает раз, другое, ты ничего не понимаешь. Нет. Я очень осторожен был везде. Но уже от Бога это назначено было. Я нигде не лез. Но раз меня вызвали в КГБ, поэтому я с первого дня им свидетельствую. Так что они уже считали, не меня допрашивают, а я их обращаю к Богу. Я нигде не рыпался. Это неправда. Я старался вести себя как можно тише. Но у меня крест такой назначенный. Я должен был пойти. Если у них где-то проходят экспертизу психиатрической недели, меня держат полтора месяца. То есть у меня по другой шкале Бог меня вел. И какие были испытания. Всем-то передачка мне ничего нет. На 50 человек один охранник, а у меня 4 на одного. Мне шагнуть нельзя никуда. И в этом было тоже испытание. Испытание, ну, я говорю сразу с четырьмя. Я им свидетельствую. И так и здесь. Вот. Я принял эту молитву. И знаю, что когда Давид просил, он видел, что за его согрешение нужно испытание. Иногда Бог сам предлагал ему, вот тебе три испытания. Пророк пришел, гад, гад, и говорит, вот, три года будешь, три месяца или три дня там, ну, показывает. Он тогда избрал три дня. Ну, и пошла язва там и уменьшилась за перепись эту. Он-то думал, что я переписаю, сколько солдат, какие вооруженные силы. А у него миллион сто тысяч уже было. Ну, как Турция сейчас воинственно так настроена. Ну, и поэтому Бог его укоротил. Подрезал народ. Так люди-то погибли. Ты об этом не рассуждай. Бог каждому определит. О, заубил за то, что подправить ковщек решил. Не надо говорить. Ты знаешь, и бойся, прикасаться к божественным делам своими силами и поправить. И так и здесь испытание. Оно все время идет здесь. То, что вот у меня болит здесь, ноги там не сгибаются, я не считаю за болезнь. Это естественное угасание организма. Совершенно естественное. А нужно испытание? Нужно. В гонениях, в клеветах. Я хочу широко на эту тему посмотреть. Да, я просто говорю, не советую. Ревность Бог... Советовать, не советовать. Я уже прошел это все. Это закончено давно. Это было 11 лет назад. Причем я не знал тогда. Я только начал читать Ветхий Завет. И у меня появилась, понимаете, у меня появилась такая ревность к Господу. Я, ну, как бы, я обратился, да. Вот. И мне хотелось доказать, ну, как бы, свое вот это, ну, чтобы Господь мне, ну, по-человечески чисто поверил. Как бы я перед человеком говорю, ну, проверь меня, насколько я вот исправился, исправил пути свои Господи. И я попросил вот ради того, чтобы доказать вот Господу свою любовь, понимаете, вот, насколько я полюбил и принял его. Ну, вот. Ну, и тут, опять же, тут речь не обо мне. Сегодня я предлагаю, вот, не то чтобы, ну, вот на собственном опыте, да. Вот сегодня, вот, как Господь говорит, многими скорбями держит войти в Царствие Небесное, да. Вот скорби, насколько люди сегодня принимают эти скорби. Господь предлагает, видите, скорбями, а человек упирается руками-ногами, отказывается от этих испытаний. Вот, допустим, есть такой пример, когда юноша подошел ко Христу и спросил у него, как у нас следует Царствие Божие, да. Господь сказал ему, ну, если хочешь быть совершенен, пойди и продай имение твое уже, когда поведен, исполнил, а для совершенства продай имение. То есть, Господь посылает ему испытания, да, и он же отказывается от него, видите, как. Он отошел с печалью, ибо был богат. Ну, понятно, да. И, ну, это же, вот, берем, допустим, апостолов. Апостолы предлагали продавать явления свои. То есть, людям предлагали отрешаться от всего и брать крест свой. То есть, как можно взять крест, не отвергнувшись, да, вот в себя. Ну, вот, опять же, насколько они, испытания полезны сегодня в испытаниях. Ну, да, есть жизнь аскета, да, и человек старается там в пост, там, что-то и ограничивать себе, но это же не испытания совершенно. Испытания то, что человеку трудно дается. Именно трудно. Вообще, не одному человеку, а в человеческому организме. Словом, человека, имеем в виду человеческий индивид. Вот мне, я могу, ну, я могу приводить много разных примеров, но мне легче сказать то, что я испытал. Когда я прочитал про этого юноши, я сразу прикинул, я все оставил, я вышел на улицу. Я вышел во двор, стою, все, назад, мне возврата нет. Что на мне? Как я себя буду вести? Дальше. Обратился я в 62-м году, а в это время только возникло движение у баптистов, отделенное от Совет Церкви, инициативники. То есть, они увидели, что все захватило власть. Пресвятера все предали. Я первое время, первый даже год, помню, материалы даже некоторые разносил. Вот у них отнимали детей. Детей отнимали, отнимали навсегда. Тогда ювенальные инститции не знали, а именно воспитывались в коммунистическом духе. А отнимают, дипломы кончили, а работать не дают. Я что-то насобирал, за что они сцепляются. Я помолился Богу, Господи, помоги мне от всего этого сразу отказаться. И Господь мне позволил буквально в один день это все из себя сбросить. У меня ни машины, ни мотоцикла никогда не было. Ничего. И вот в дом какой, живу в бараке, там, да ну ничего никак нету, но и в этом дай мне радость. Я в этом радовался. А что сейчас сохранилось, это осколки того. То есть, у меня это совершенно естественно, нормально. Вот. И если болезнь какая, не считать ее за болезнь. Поэтому я отвечаю, я не болею. Почему? Болеет я вот на вас указан, вот это болезнь. А я-то хожу на ногах, голубям лажу. И поэтому просить ничего не прошу, совсем соглашаюсь. А теперь наполню уста благодарением. Благодарением за то, что я нищ, что я слаб, что у меня ничего нету. Я благодарю. И вот тогда уже Господь ставит на другую ступень. Ты перешел. У меня было так, что поступило облегчение, когда я был, кажется, в ташкентской тюрьме. Заедали клопы. И вдруг меня переводят в камеру, где находятся милиционеры. Ну, неправильно, которые делают. Там один жену убил, там другое. А там другое все чисто. Там ничего нету, все сделано. И меня туда. И я понял, что Господь видит, что там я это перенес. Он дает мне послабление. Я не просил, больше дай мне. Самое трудное, что переносится, я беру от обратного. Иван Гристиан говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это самая большая радость. Павел говорит, в мухах я рождение, доколе в вас изобразится Христос снова. То есть они отступили, пали. Не от темы. Я с братом, вы его знаете, не буду фамилию его называть. Вот разговор зашел, да? Ну, Господь, проще верблюду пройти воевольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное, да? А как вы видите, опять же, человека, ну, человека такого состоятельного, да, вроде, в жизни, у него, ну, и хорошее дело такое, ну, и людям работу дает, да? И, вроде, как ему оставаться, вот он тоже задается таким вопросом, как быть, вот. А это Иоанн Златоус отвечает очень хорошо. Иоанн был богаче всех сынов Востока. Давид был царь богатый, но ему это не помешало, и он перечисляет богатых людей, которых Бог благословил. Если он через это делает добро, пусть на этом задержится. А нищим сделаться в один день можно. Он помогает, дает работу, за него многие люди молятся. Мне это близко и понятно, тот образ, через который я двинулся ко Христу. Роман, отверженный Викторой Гюго, Жан Вальжан. Когда он открыл там, изобрел там стеклянное что-то, и, ну, просто люди говорят, а ты для этого делаешь, а его все решили мэром избрать. И тогда только одна бабушка крикнула, ты сколько добра можешь делать еще, богательный там все строит богатый. И он тогда понял, что голос Божий говорит оставаться ему богатым. Он был миллиардер по сегодняшнему. И теперь он и церкви, и беспризорных, падших женщин стал восставлять в их нормальной жизни. Это хорошо. Но другому дается, но он должен всегда знать, чтобы у него маленькое ответвление какое-то было. Куда он, через кого, не сам, конечно. Куда средства дать. Я вот, стихотворение у меня написано. Чего же со мной олигархи не познакомятся? Я помог бы им. У нас есть куда эти деньги пустить. Вот и молиться за него, сколько молитвенников будет. И это ему на пользу, что у него такой крест, как Некрасов говорит. Знаю, у тебя ворована нет, сундуки наполненные. Это с неба к тебе опустилось. В стихотворной форме говорит. Мне это очень близко и понятно. Я к себе применяю. А мог бы быть я богатым? Нет, не мог. У меня этого нету. Я не знаю цену деньгам. Мне вот доллар и чемодан дай и скажи, твои. Я не понимаю, для меня газетная бумажка или какая там. Но я знаю, куда их деть. Проверить и точно до одной копейки дать отсчет тому, кто дал. Ну, понятно. Тут, в принципе, тоже, можно сказать, крест такой. Главное, быть независимым. Мы, как с ним говорят, сгорел, сгорел сарай, гори, хата. Ну, главное, в мыслях своих не быть богатым. В душе своей. А вот у меня есть такие вопросы еще. Значит, я тоже сейчас готовлю ролик. С Сергеем Ильиным мы поговорили недавно. О имени Божьем. Опять же, не произноси имя Господа в сумме, да. Имя Господне было дано народу еврейскому через Моисея. Вот, и, ну, определенное имя, которое мы сегодня перевели, как Илья Вова, да. Имя же было дано еврейскому народу. Мы, какое отношение... Мы, христиане, наш Господь пришел под именем Иисус. Вот, мы какое отношение имеем тогда к Ильяму Иисусу. Я сейчас добавлю то, что об этом говорили. Притча Соломона, 30 глава, 7 стиха. «Двух вещей прошу я у тебя. Не откажи мне к Богу, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущим хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя, как богатый. Ты не сказал, а кто Господь? И чтобы обедневнее стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». То есть, клясть, я не врал, я не воровал. Вот так. То есть, молитва такая разрешена, а бог знает, какой тебе дать иго. Быть хорошим депутатом – это редкость. Быть судьей, тем более быть президентом верующим, ну, я лично считаю, что это невозможно. Просто невозможно. Теперь о имени Господнем. Вы всей своей жизнью показываете ношение вот таких вот, можно сказать, скорбей. Сами на себя собираете вот чемодан с скорбями и носите его на скейте, штопаете там и прочее. Вот. Ну, вы же сами призываете вас подриспытать. Вы же постоянно накоетесь под этим. А почему, почему людям, почему людям плохо воспользоваться таким, как бы, стилем жизни? Когда меня второй раз арестовали, я сразу сказал, а один даже сказал, говорит, вот прошлый раз ты у нас приходил здесь, говорит, мы тебе сказали, батюшка, тебе это семинария, а сейчас для тебя, говорит, академия началась, неверующая совершенно мне говорит-то. И когда у меня вот такие, какие-то уже испытания, там еще отдельно, меня 13 дней в морозилке держали, у меня и бронхи все полетело. И я тогда хриплю и говорю, Господи, я понял все, я прошел этот класс, переводи меня в другой класс. Двери открылись, меня потащил Господь в другое место. Больше всего, я еще опять же вернусь, это предательство разрушает все. И ты должен устоять. Почему и говорит, об этом Давид говорит, и говорит Павел, все оставили меня, один Лука со мной, там, Тимопей. Все оставили. И ко Христу тоже. А не хотите ли вы уйти? Только Петр помолчал и говорит, а к кому идти? У тебя глаголы вечной жизни. Это самое тяжелое для смертного человека вот здесь на земле. Почему? Это твое дитя. Дитя умирает. Ребенка расстреливают на твоих глазах, как мать Маковейская. А это испытание. Испытание. Бог знает, кому какое дать. Выпрашивать, вот я говорил, как не следует, но в мыслях можно высказать перед Богом. Ты знаешь, Господи, чтобы ты поверил, что ты, я говорю, Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Вот на это дело поставил, и я, ну, как говорят, на низу социальной лестницы, быть ассанизатором всю жизнь. Я всегда только черновую работу делал. Самую грязную. И с такими людьми, и с преступниками, в тюрьме, и прочее. Испытание. Я ему все отдаю, он меня обокрал. Он обокрал. Меня дома не было, он все вытащил. Это испытание. Поблагодари Бога, Златову говорит, тебя обокрали в храме. А если ты возроптал, а дьявол этого только и ждал, он тебе еще раз, он боится благодарности Богу. А если ты Богу воздал благодарность, он как ужаленный, отскочит от тебя дьявол. Ошибся. Он не раз, что тебя обокрал. Потому что ты Бога славишь и славишь за это. Вы же не будете отрицать, что вы этого просите. От Господа просили этого всего. Да, просил. Но я никому это не советую. Это огненное испытание. У меня другое дело. Мою биографию, говорится, повторять, если Бог не даст, как биографию Солженицына, ее просто невозможно. Он один такой. И мне вот это Бог что давал, ну, просто я когда рассказываю сейчас, с кем были, кто в тюрьме, там Глеб Якунин в якутских лагерях, 7 лет, Зоя Крахмальникова, Саша Огородникова, это москвичи. Ни у кого этого не было, как у меня. И некоторые даже, это разве возможно такое? Возможно. Такую власть Бог давал мне. Огромные камеры, с первого дня, в полном подчинении. Ни один не закурит. Я два часа проповедую. Охранники собираются с этажей, в одной двери распахнутся и стоят слушают. Даже никто не слышал этого. Это Бог делает. Почему? Я согласился со всем, что Бог дает. И тогда Бог понял, можно и мне дверь открыть. Вы на это место давите. Это именно отвергнись себя. Это первое. Своего, чтобы не было твоего интереса, никакого. Погаси в себе эту жалость, жажду. Вот первый шаг. Сделаешь, и дальше просить ничего не надо. Все, он знает, что со мной делать. И в любое событие, мировое, а реальное какое-то. Бог открывает глаза. Вот как. Это иго Божие. Я не хочу, как Иеремия говорит. Его забивают. И он уже пал, руку поднимает. Так говорит Господь. Можете даже зарядить, или я вам скину. Комиссия, патриарша, извини, что я маленькую сторонку, но это к этому относится. Комиссия за по многим просьбам верующих рассудить пять вопросов Осипова о вечном мужчине и другое. Комиссия. И она год назад была, от Андрея Кураев сейчас дал объяснение. Но патриарх, видимо, дал отбой. А сейчас они открыли, провели, да, на дом дали это задание, комиссия какая-то, по благословению патриарха Кирилла. И, наконец, Месса вывели. По всем пунктам пяти Осипов не прав. И привели больше тридцати трех мест Библии. И меня вот спрашивает сегодня там Собра-Пюрита. Ну вот видите, как комиссия. Я говорю, а с комиссией-то согласен? Ну а теперь комиссия-то освободилась, теперь вами займется, вашими книгами. Я ответ даю, как я буду рад этим. Я рад предстать перед ними. Моими книгами 14 лет занимается епархия, и ни одного вызова нету. Там нет ничего крамольного. Я просто вижу на другом уровне, как поднять это все. О чем патриарх тоскует и говорит. Мы с патриархом... Осипов. Осипов, он юритик. Он плоды, он смотрите на людей, на плоды его. Да. Люди еще говорят. Да, 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 да. Я об этом говорю. Он перепортил это сколь. Даня, вот это Бог дает. Первое испытание, самое первое. Отвергнись себя. Я стал исследовать. Я как находил это... Я должен быть на первом месте. Я стал... Что мне нравится? Мне сильно нравился спорт. Я боксом занимался. Тогда не было это... Ну, борьбой без правил-то. Ну, другими видами спорта и стрельба. У меня цель была. Я стал думать, могу ли я от этого отстать. Дальше, что я любил. И дальше я стал смотреть. И все это я должен был отрезать. На исследование у меня не больше недели ушло. Я по частям все это бросил. В это время я занимался на семи языках. Я связал все и в подпол бросил книги. Испанский язык, там английский, немецкий, французский, греческий. Все. Это не мое. И Бог мне тогда показал такой путь, о котором никто даже не слышал, современники. Открыть дверь для всех. И оказать любовь. И я открыл дверь. Убрал ключ. И дверь открыл. А жена в другом месте была уехала. Двери открыты были. Живу рядом с вокзалом. Все бомжи ко мне потянулись. Так нельзя жить. Я испытал это и знаю, что такое открытые двери. Виктор Гюго говорит. У христианина дверь не должна запираться. А у врача, у врача. А у священника должна быть открыта. Он просто сказал, может быть. Я принял буквально. Испытал это. И когда приезжали адвентисты, подходят благообразные, борода большая, здоровается, кланяется, одет и прилично. Вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, нет. Я бомж. Я к вам приходил ночевать. У вас всегда обед был приготовленный. Мы приходили, ели, ночевали и уходили. Я им о Христе говорил. Я там, ну, дальше начинает говорить там. Один говорит, я при церкви работаю. Другой еще что-то. В училище летном вел занятия. С архиереем, с этим нашим Сергием. Приехал диакон, который все поет-то. И он говорит, а я был курсантом в училище летном. И вы вели там занятия. То есть плоды мне все время на пути встречаются. Я на него смотрю сразу другими глазами. Понимаешь как? Это испытание крест. Первое, ты себя расследуй. Из чего ты состоишь? Что любишь? Именно что нравится? И поэтому отрезай все помаленьку. Я крошил себя беспощадно всю жизнь. А люди, которые нападают, они ничего этого не знают. И я поэтому никогда им и не отвечаю. Зачем отвечать? Я буду молиться, усиливать. И тогда я вижу испытание, которое сатана мог бы мне сделать, он уже не сделает. Его нет этого. А он меня сейчас упрекает. А у меня нет, я уже выбросил. Я за борт выбросил. Моисей, придя в возраст, предпочел страдать с народом Божьим лучшим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Я понял, это ко мне. Я Моисей в маленьком варианте. И поэтому я плыву в лодке, я за борт выбросил все, что мне мешает. Захватил самое драгоценное. Знаете, раньше люди в одном сто лет назад жили. Люди, ну там действительно женщины, чьи дороги спасались. По 10, там по 16 детей. Мужики в поле день и ночь, да. Там, ну, в жизни она сама по себе была такая, путь к спасению. Да, а сегодня человек даже не помышляет о спасении, получается. Так что, потому что, кто же спасает, когда, если все скорби мы от себя. Господи, не дай мне болезни, не дай мне там того, не дай с него. И че ж, а как что, спасаться? Ну, когда я об этом говорю, у меня сразу фанатик, экстремист. Ну, и другие слова. Я тогда эти слова на капитре, не где-то, а огромный конгресс интеллигенции призванный. Я объясняю эти слова. Вот сидят-сидят академики, профессора и меня лапотника туда призывают. И все светуют, они не знают, кто я. А, ректор-то знает, Евсегнеев Владимир Васильевич. И говорит, вот нет идеи, которая объединяла бы. Раньше она хоть не объединяла, но была. Пролетария всех стран, соединяйтесь. В каждой газете писали. Сегодня нет объединяющей идеи для России-то. Я тогда, говорю, руку поднял. Говорю, она есть. И что, вы ее знаете? Я не просто знаю, я работаю в этой идее. И какая же... Я говорю, надо записать. Да она большая. Я говорю, четыре слова. Да это здорово. А какая? Я говорю, дети. О! Действительно. Вот подрастающее поколение. Я говорю, воспитанные. Они переглянулись. Ну и что? Во Христе. Точка. Все. С предлогом четыре слова. Это будут нормальные депутаты. Оборотней милиции не будет. Разводов не будет. Абортов не будет. Будет по 17 детей рожать, но не будет ничего этого. Или будут для Бога посвящать жизнь свою. Вот вчера один пишет. Я, говорит, опять забухал. Я его не знаю, не знаю. А что? Да уже, говорит, полтора года не пил. А я там еще бухал-то. Кувалдой работает что-то. Четыре года. А? Четыре года не пил. Четыре года. Четыре. Вот мы сегодня насчитали. Завтрашним утром будет в отчете. Звать его Максим. Максим Фомин, что ли? Я не знаю. Фомин, как ли? Ну и что? Я говорю. Ну давайте вот это. Такой сигнал. Это в скайпе на меня вышел, кажется. Ну я говорю. Вот этот сигнал поступил на кого-то. Ну примени сам к себе. Что ты будешь делать? Ну в Анифатию надо помолиться. В Пищушке надо помолиться. А ты Владимиру князю помолись. Это, говорит, вино, веселье наше. А я это говорю. Ты молиться знаешь как? Мы сейчас становимся на молитву. Не меньше 500 поклонов сделаешь. А дальше даю материал. Поркотерапия. На моем форуме. Профессор Пилипенко лечит. 40 розок приезжать на Сибирск. И навсегда эта черная полоса сойдет с тебя. На моем форуме. Заряди на форуме на нашем пьянство. И ты увидишь громадный материал. И он тоже согласен. Он пишет. Согласен. Пишет. То с ребенком не ладно. А то на операцию. Вчера один звонит мне. На операцию. У девчонки там косоглазие. И вот кладут на операцию. Что делать? Ну в первую очередь мой совет тебе. Может не надо делать? Я кого знал. Делали операцию. Стало хуже. Ты сделай. Раз она с таким недостатком. То ее будут как раз абортовать. Она. Ну. В первую очередь лицо уже. Глаза это зеркало души. Чтобы она была добрая. Она должна добротой. Нежностью. Превысить всех красавиц. И жизнь ее там дальше устроится. Ее не пройдут мимо. Но он говорит. Что через неделю будут. Мы уже молились. Почему он звонит-то ко мне? Потому что он знает. Ту же минуту мы все на молитве. И о днем. Вот мое главное оружие. Не менее семи раз помянул его дочка на молитве о хирургах, которые будут делать. Людям на сердце положено, что у нас молитва это не игра. Пусть не делают. Пусть не делают. У меня тетка с таким согласенем всю жизнь прожила. И детей родила. И да, муж удачно вышел. И все. Ну видите как. То есть ответ должен быть такой, чтобы я умру сегодня. И мне не постыдно было смотреть на плоды, которые из моего ответа дальше будут идти. Святым иногда дается видеть. И грешники видят даже, что делается. Богач в аду знал, что пять братьев еще не обратились. Я не претендую ни на что, кроме на любви к моему Господу. И к Слову Его. Оно и такое согласие не портит ее. Она даже такая интересная с этим согласием. Видишь как. Видишь как. Я почему обращаюсь к опыту. Апостол Павел до утра продлил Слово и в тех, кто упал. Было что рассказать. Но я тебе буду разговаривать еще. Я могу назвать тебе десятки авторов книги. Да страницы назову. Но ты скажешь, да это герои выдуманные. Я не выдуманный и не герой. Но я сразу высчитал, из чего я состою. И за что враг может меня цепить. Я сразу это понял. Мне это не надо. Диплом бросил. Ну и все остальное. Я уж не беру до самой ценной. Более ценной было у меня. И все. Жизнь уже позади. Все. Поприще пройдено. И как радостно. На этом поприще. Как радостно. Я вот сейчас сегодня осознаю. А они мне зубы свежат. Я думаю, я жду этих врачей. Я думаю, я с ума сойду. И молюсь. Господи. Господи. Ну. Сделай. А зубы свежат. А мне не больно. Мне радостно. Так. Ну Господь так выстраивает. Я говорю, Господи. Как же интересно с тобой идти по жизни. А как же все это ты устраиваешь. Лепота такая. Я вот прикидываю к себе. Вот я бы на твоем месте сейчас лежал. Не знаю. Не мой крест. Просто не мой. Не мой. И нынешний. Вот ты был бы священник. А мы другим. А почему не стал? Священники. Вы знаете. В кочегарках сколько работает. Пока архиерея разберется где-то. А за мной архиереи. Даже в Потеряевку приезжали. Чтобы рукоположить меня. Я бы мог не священником быть. Но я сидим за столом. Тут митрополиты и епископы сидят. И опять один и тот же вопрос поднимают. Я доказываю, что это не мое поприще. Это не мой крест. Мой крест именно вот здесь быть на низу. Самыми покинутыми. Самыми разбитыми. Митрополит говорит. Наверное, говорит, так и есть. Кое-где вам бы вход был закрыт. Я говорю, действительно так. Понимаешь, как вот надо понимать, что такое связь на молитве с Богом? О чем я молился? И как молиться? Бывает молитва застопоренная. Я знаю, о ком молиться. Я ставлю на молитву. Молитва не идет. Это хорошо написано в книге Отеца Арсений. Хоть она и выдуманная, но написана с пониманием. Он говорит, исповедь не идет. Садиков там беседует с кем он. С исповедь не идет. Вот это на земле главное получить сродство с Богом. Если этого общего нету, то это, говорит, пылинка не притянется к магниту на облака. И вы так угодили во всем, понятия не имею. Я чувствую близость Бога только. А дойду я, не дойду, Бог знает. Я Ему доверяюсь. Ну, вот сейчас подошли к имени. Что вы скажете об имени Бога? Ну, так как есть. Как говорится, и Феофан Затворник на это обратил большое внимание. И у Гова это неправильно. Но так уже принято. Вот мы привыкли говорить. Иерусалим. Ну, нет Иерусалима. Ирушалайм. Иисуса-то нету. Ешуа. Ну, и что теперь? Давайте всех бабок научим Ешуа говорить. Да не шарахнуться от нас. А почему так? Потому что мы через прокладку получили. И прокладкой служила Греция. Мы оттуда получили. А не от евреев. А в Греции слова Ш, буквы Ш нету вообще в алфавите. Нету. И поэтому у нас Иисус Иерусалим ну и хорошо звучит. Ну, вопрос немного не в этом. Вопрос в том, что имя было дано евреям. И причем ветхозаветным евреям. Мы уже Христовы. Для чего нам это имя? Ну, давайте рассуждать так. Мой дедушка, ну, допустим, о Боге там, скажем так, был назван Егором. А внуча там он и Егором будет уже. А Георгием нет. Имя переводится одинаково, но звучание остается другое уже. Вот так. И не надо об этом говорить. Бог открылся. Он не сказал, вот ты так-так меня будешь называть, а внуки твои так, а правдуки вот так. Нет этого. Навсегда. Раз и навсегда. Имя Его. Ева осталась та же. И Адам тоже имя. И Бог, который дал свое имя, так и дал. И Яхва. И все на этом. Ну, там не только Яхва. Там десятки, там около 30. имен. Ну, давая имя, Он с этим именем дал заповедь. Не произноси имя Бога твоего в суе. Опять же, мы, произнося имя, Его заповедь-то уже не придерживаемся заповедей. Ну, как они говорили? Там говорится-то о чем? В суе, то есть напрасно. Вот у нас, ох, Господи, в тяпку упала, ох, Господи. напрасно. Напрасно. А ты что-то сделал, скажи, Господи, прости меня, я такая беспамятная, опять не посмотрела, не выключила, плитку залило, вся спрятка, перегорела. Ты скажи, чего хочешь. А ни одного слова нет, Господи, это в суе. Он обернулся, слушаю, а ты своими делами побежал куда-то. В суе, то есть напрасно, только об этом речь идет. А поэтому евреи придумали, сейчас некоторые русские скажут, Б-И-Г, Бог, Бога, Б-Га, Бога. Написано, ни одна буква не пропадет, куда вы дели-то? И русские подыгрывают, и обезьяны. И русские стали писать, от евреев это берут, Бога, даже слуха Бога. Бога это еще не имя. Но имя Христа не подпадает под эту заповедь, а именно Бога, именно отца, вот именно Яхвой попадает под заповедь. Попадает, все, что касается Бога, попадает. Они клялись именем Божьим напрасно. А мы во имя Христа, у нас да и нет. А имя Иисуса мы должны непрерывно повторять. Даже ты не забыл все, ударили тебя, только повторяй Иисус. Даже Иисус Христос не может. Даже помоги не можешь сказать, и сатана уже отступает. Я прочитал интересную вещь у Златоуста. Он говорит, дом, в котором находится Святая Библия, делается недоступным для дьявола. Я в это не верю. На складах и везде матерятся, там Библии лежат, говорится, большими штабелями. Но он-то имел не это в виду. В доме, в котором живут по его заповедям, где есть Святая Библия, которую считают и следуют. Ну, надо же дальше-то домысливать. Вот Осипа берет, говорит, Христос сказал, в аду и в аде никого. Ну, и образное выражение. Так как же никого, когда и Каины, и все эти, и Иуда-то все остались-то. Написано, Иордан повернулся спять. Он никогда не поворачивал спять. Холмы прыгали, говорит, как овны. Не прыгали, этого не было. Но это гиперболическое выражение поэтической форме. Вот по исследованиям, в общем, Сергей там эти приводил факты такие, по исследованиям имя это начали вписывать Библию только в XIX веке. То есть до XIX века об этом даже и знать никто не знал. Ну и что? Ну не знал. Так это не говорит, что его не было. Иные говорят, что император Константин вел празднование воскресного дня. Я говорю, и что? Да никто не знал. Это придумали православные. Князь Константин своим указом сделал. Я говорю, день победы с какого года стали праздновать-то? 61-го. А в 45-м была победа. Ну почему? Ну не несли его в государственный реестр праздников. А теперь внесли. Ну надо же смотреть дальше-то. Праздновали, но теперь он сделал его государственным только. С первого века апостолы уже выделяли этот день. А те, которые субботники-то, ну и там адвентисты седьмого дня, другие, а вчера мне один вышел, ну и сам развалился, и жена такая бесплаткая. сначала привнеси себя в порядок. Суббота образно, как тень указывала на воскресение, на воскресение, когда Бог закончил труд. А вы как? Он никуда не сходил. Я говорю, где он был в три дня? Нигде не был. То есть у Христа души не было. Да хват преисподня. Теперь они говорят, ада нету, души нету, чтобы он не... В субботу он не работал. Он воскресение покой принял, когда воскрес. Суббота указывала на воскресение. Это вечный закон. Никто его не отменял в субботу. Но она имела образное. Они не понимают ничего. Ну а что нам это... Ну а что нам настраивается, если вот сейчас начнут изменять и символу Иры и прочие вещи? Причем мы это уже на виду, посмотрите, в церкви идет раскол. Реальный раскол идет. А в чем именно? Так в чем люди, вон уже и монахи и сколько храмов отказываются молиться за патриарх? Не правы. Пусть они делают, как? Не правы. А они за что на патриарха нападают-то? Не за то, что он не проповедовал сам, не за то, что у него вера маленькая, не за то, что он не родился свыше, не за это, а за то, что с папой встречался и поставили ролик. Два беса встретились, два беса. Это нормально? Бесом называют человека, с которым не встречался и не знают. Что он сделал не так? Она полное объединение, символ веры, третий, и она эти вопросы вчера только отвечал. Какой именно? Покажите. Что он сказал? А вот соборную, он теперь, говорит, вселенскую заменил словами. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Я говорю, соборная что означает? Она дает мысль, что касается и соборов. Хотя подлинный смысл означает собранство всего мира. А вселенская переводится кафолическая. А буква Ф, Ф, это ассимилированная буква Т. У нас говорит Фома, а у них Том Цойер, Том, Том это Фома. Том, Т, Ф, Прикусите сказать букву эту. Что у нас, кафолическая, да мы же кафолическая церковь, а кафолическая, это католическая. У нас название-то одно. Патриарх ничего противозаконного не сделал в этой встрече. А он тайно делал, сейчас пишут, какие это выступают. Я не опровергаю ничего, что вот это относительно всю власть архиереям отдали. Церковные советы никакой не имеют роли. И поминают, там сейчас в Москве, там где-то идет, там Осипов. Это большой, большой ролик, большой. Там такие люди знатные сидят. И поминают Барнаул. Тут Георгий Титов, когда получили управление церковным, церковь не пошла на это, при еще Максиме было. И они отошли, отошли к Агафангелу. А вы видели, когда священник там выступал в продолжении ролика этого священия? Нет, не видел. Я видел, только женщина говорила. Ну вот я дам священника, там вообще есть, в общем, у меня есть свидетельство, есть видео свидетельство. Уже в некоторых храмах уже дают свободу, ну присутствуют. И католики присутствуют на службах. Уже мозоли начинают влазать людям. Причем есть видео свидетельство. Ну я сказал свое мнение. За патриарха усилить мотиву, больше ничего. Вопрос вот такой, я не знаю, с подвохом. Сейчас вот если произойдет действительно раскол такой, за патриархом пойдет или куда? Или... Будем гадать, кто победит, говорит. А что, оно на порой, выбор на порой, я чую. Ну хорошо, Никон, Никон, Савакуум, хлистались, как в древности царь Аса и Вааса. Всю жизнь хлистались и остались ни с чем. Нам нужно не это. Не, ну вы скажите, вот случится, поддержите патриарх? Ну в данном случае, если бы меня попросили там где-то выступить, не защиту, а просто как вы смотрите на то, что патриарх встречался. Об этом речь-то пошла. Я бы сказал то, что всегда говорю. Это я убого выпросил, не сам по себе. Повторяю одно, патриарх Кирилл нуждается в особой молитвенной помощи. Ему очень тяжело защититься от монахов. Я в первый день это сказал еще. Я ничего не меняю. Священники, я не знаю, может быть не 50%, но процентов 30-40 ропщат все. Священники настроены против патриарховости. Но не все около половины. Ну, потому что они не знают о чем. Пусть они посмотрят, какие развалины. Первым делом миссионерские отделы все выкинут. Это первая зараза дворкинская. А дальше начинайте проповедовать. Идите в мир. Не обслуживайте этот мир на потеху сатане. Приходят освящать цыган, отпевают всех. Идите и проповедуйте. Оставьте богослужение субботу и воскресенье и храм заприте. Это ничего не даст. Но сегодня патриарх умрет. Дорога и авария будут. Если властям он не угоден был, он внезапно умрет, как патриарх Алексей Второй-то. Ну и что изменится? Да ничего. Злобные волки лютые останутся на месте. Надо на себя смотреть не на патриарха. Начинай делать, начинай работать. А у них клапан какой на патриарха, да на меня, пары спускают. Но патриарху-то труднее. Его там и сатаной еще только нету. Но у него еще в бунту идет. А у меня никого нету. Я делал свое дело и делаю. Патриарх нуждается в нашей помощи. Это мой девиз. В какой помощи, если она во христе не нуждается? Опять же, что не выступление, он и Господа не поминает совершенно. Он человек неверующий. Без поминания проживет, не поминает. Дальше ничего не было. Покрутятся, повертятся, да и придут. Ну куда, Диамид-то был епископ Анадырский. Так куда он пошел? В какую дыру залез? Брата родного поставил в епископы. Он, Диамид, пишут. А потом с братом рассорились и разошлись. Двое, два родных брата. И уже нет ничего. А что делал? Диамид выступил правильно. Но когда начало Анапиуми предавать сенот патриарха, телефоны эти нельзя и проще-то. Это уже глупости. Они не могут удержаться на золотой середине. Тебе открыто? Молись и плащ об этом. Другим говори. Не патриарха судите. Я Диамида каждый день поминаю в молитвах, произнося его имя. Каждый день. Но я в этом его не поддерживаю. А они с Диамидом как поступили? Понимаете как? Сразу начинают. Мне не надо его судить. Я знаю, что... А как не судить, Игнать Ильич? Он не советуется совершенно. Он не советуется ни с кем. Он делает... Ну, что Путин там ему прикажет, то он и лепит. Да. Не советуется ни с кем. Так я про это тоже говорил не один раз. Вот сейчас выступал он в городской думе города Москвы и нигде ни одного обличения даже не дал. А я сейчас выставил ролик вчера 122... Какой? 12-й, кажется, это Потеряевские которые занятия я вел в 91-м году. Я их сейчас выставляю. Но они выставляются не здесь, а где-то надо по номерам искать. Сегодня выставил, а у нас выставили на 107-м месте на моем этом видеоканале. И там сохранились... Я же три радиопрограммы в городе вел. Три. И две проповеди сохранилось. Так ты посчитай какие они. Послушай. Ни один священник он никогда такие проповеди не скажет. Почему? А он кончал семинарию. Я говорю о всех недостатках. Раз в 50 обращаюсь к Библии. Применяю святых отцов каноны. И это я говорю по радио онлайн. Самые популярные передачи были. Да они не на этом уровне должны были идти-то. Я в Москву только приехал, меня сразу на радиостанцию потащили. И он не сказал ничего на днях. Тут я сказал. Патриарх должен был сказать. Почему же он не сказал? Его вызвали в Думу. Не в Думу, а ну да, Дума города Москвы. Это же многомиллионный город. Еще же не сказал. Давай говорить о ржавых трубах, как ремонтируют. Да что, он слесарь какой, что ли? Пришел, как домауправ какой. Сказать людям даже о Христе. И когда честные будут не пьяницы, они все это сделают. Человек основа всего. Он не сказал. Меня попросили, я выступил. Я его не осуждаю. Просто говорю, что надо было сказать. Люди не понимают, осуждают. Вот они его сейчас осуждают. Его упоминать нельзя. А я упоминаю каждый день. Каждый день. И кто из нас любит патриарха тогда? Вот и решай. А мы его приглашали, ответ получали из его канцелярии. Его просто не отпустили здесь. Он рядом был. Понимаете, я отвечаю во свете Библии, поэтому мои слова они не принимаются. Бог говорит вот так. А они сейчас начинают его злословить. А злословие не одобряется. Говорит, не злословь начальствующего в народе твоем. Ну, злословить, конечно, это уже перебор. И вот начинает он там гомосексуалист. И то разный, ну, разную мерзость говорят. Сильно настаивал на этом кто? Квачков Владимир Васильевич, посадили которого полковник ГРУ. Какие доказательства есть? Никаких. А он был вместе с этим сгомиком, Ротов был, митрополит Никодим, зациклились на этом. Я уж по правде могу сказать, что мне, умом-то я понимаю, что это грех, а мне кажется что нет такого греха. Настолько это богомерзко, насколько страшно, что настолько невероятно. Заменив, говорит, естественное употребление женского пола. Женщина для этого устроена. Быть вместилищем семени, родить. И вдруг такая мерзость-то. Но есть еще... Я за всю жизнь ни одного живого ни разу не видел, Влада ни разу не видел. Ну а я бы даже смотреть не стал, отвернулся. Сказал бы, все равно не верю. Настолько богомерзко, что у меня это в рамки греха не вмещается. Так они везде. Они же, посмотрите, в любую программу включите, они все репортеры, все корреспонденты, все масс-медиа, они все абсолютно... Они все одинаковые. Значит так, за кого бы... Я ни за кого встать не могу, если бы это коснулось. Сейчас будет победа, не знаю. Победы никакой быть не может. Они ни к чему не способны люди. Это они сейчас, как я называю, кодлы, собираются в кучу и теперь начинают лаять все вместе. Почему вы раньше не выходили? Я один выходил на патриарха, говорил, писал ему письма, лично в руки Пимену подавал письмо. Чего вдруг загомозились-то? Один поднялся, и я туда же. Они не знают, куда сунуться. А почему ты сам раньше молчал? Ты же видел неблагополучную обстановку. Только деньги, 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 все. Софринскую продукцию запретить принимать. Это бизнес. У меня четкая программа есть на это, как нужно делать патриарху. А как? Мне вопрос задали, если бы вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Первое. Прекратить все строительства храмов и часовин. Кому должны деньги в заем отдать? Не на жидовские, проценты. И дальше все бросить на издание Слово Божие. И открыть тысячу училищ. Я уже договорился, я говорю, тысячу учителей сразу дают, самых хороших. В один день. Но меня никто не зовет, говорит, бодливой коровью бог рог не дает. Все уже приехали. Уже планы не к чему строить. Теперь будем на развалинах решать вопросы свои. А я думаю так. Когда мертвая церковь, она даже раскол не может породить. И это может подвигнуть кое-кого и начнут задумываться. Они привыкли везде какие-то системы. Система. Сенсорский отдел, миссионерская система. И умерло все. Они никуда не могут дальше шагнуть. Духа Божия не может слышать в системе человек. Человек слышит Духа Божия только тогда, когда он один. Один перед Богом стоит. И Бог полагает на сердце. Открой мне эту истину. Я молился, и Бог мне ответил. Это Нафан говорит. И он пришел и в виде прищи излагает преступление любимого царя своего. И что ему ответить? И Бог мне сказал, и не умрешь. А дитя умрет. Понимаете, они Библии не знают, и поэтому колобродят, что попало. Мой голос за его поездку с папой встречи у меня никогда не будет. Никогда. все окатолищено уже. Все. Начните правильно крестить. Перестаньте бриться. Даже внешне возьмите. Я посмотрел, как выглядит наш патриарх на стороне с папой Таримским. Так это ангел. Он даже внешне так выглядит презентабельно. Сегодня заметно. Я хоть и не бываю на людях, но все равно я вижу так вот, ну, где придется, что все равно люди, люди как-то меняются, изменяются. Люди вроде бы и желают, а не перемен каких-то, знаете, и каждый надеется на что-то. Вот вроде должен быть прийти какой-то такой вот человек-волшебник и изменить все. А люди-то не против, видите, а как вот их направить на дело-то вот Божие истины? Как начать? С чего начинать? Потому что желание есть. Ну что, начинать? У русских один герой. Это придет Ваня Дурачок или Емель на пешке приедет. Я помню, Роберт Рождественский поэт отвечал. Пишут, говорит, письма в редакцию и говорят, народ у нас хороший. Вы пришлите к нам башковитого мужика, руководителя. Он говорит, на полочке у нас башковитые мужики не лежат. Воспитывайте сами. Надо работать. Вот у тебя хоть один человек есть, который за тебя? Ну, у нас двое, говорит, уже здесь. Прекрасно. Пригласите батюшку. Это первый вопрос. И скажите ему, мы дома будем изучать Слово Божие. Встречаться, ну, раза три в неделю. Я дам программу противосектантская отдельно. Глажина Фефилакта. Вот трехтомник красный-то, но главное, считайте, когда вот это пособие, где ссылка на Новый Завет, там открывайте Глажина Фефилакта. Уже группа образована будет. Самое короткое время. Батюшка не пойдет. Не трожьте его, он поймет потом. Приглашайте людей. Вас будут гнать, сразу сектантами будут обзывать. Вот сейчас говорит, отлучать собирается священник только за то, что человек переписывается со мною. Он говорит, ну, что я неправильно получил что-то или сказал. Нет. Они наставят. Это не тоталитарное ничего. И так будет образовано общество. Если таких везде ищей их будет много, значит, много будет влияния. Ну, а зачем их образовывать? Вот сегодня, смотрите, в каждом храме есть приход свой, какой-никакой. Там можно работать с теми? В любом храме. Я за всю жизнь не нашел ни одного места, где нельзя работать. Нигде. Вот я повторяю, опять же, это моя биография. Мы сидим в камере. Ее камеру стали в скором времени назвать камерой академиков. А я никакой не академик. Со мной сидит преподаватель второй группы космонавтов Лозин Анатолий Максимович. Вот тут я о космонавтах и о Туполе все узнал под ногатную. Знал где-то. Второй сидит, он во главе идет, который, если много судят, то главный ответчик называется паровоз. За паровоза Север Владимир Митрофанович. Это главный рыбак края. У него все космонавты тут, которые были, отдыхали на рыбных промыслах, там стрелять и проще. И мы сидим. И тут же я каждый день с 8 до 10 веду уроки. Эти люди пойдут другими. И это потом я встречу жену, они к нам приедут домой и сколько нового узнают. И он приехал, и жена говорит. И вот он говорит, его опять зовут директором, он из нуля поднял рыбный комбинат. К нему там шли рефрижераторы с Дальнего Востока, с Прибалтики. Рыбой все активно эту страну поднял бы. Но где-то заметили, что-то там и посадили его. Я потом ханатайствовал за него перед ЦК партии и проще. И вот он, этот сидит человек, он совсем не верит. И жена его рассказывает, Нина Ивановна, и говорит, опять зовут меня стать, без него-то развалилось, а все опять. Не знаете или нет, я как рассуждаю. Это Игнатий Тихонович, что бы мне сказал? Богу не молится опять. Когда директором встал, и какое-то большое собрание, говорит, вот трудная обстановка. Знаете, я с одним человеком сидел в камере, он православный. Я всегда думаю, вот в этой обстановке, что бы он мне сказал сейчас, как поступить? Он советуется в виртуальном варианте даже. Так я-то никто. Да разве такую пользу мог бы сделать человек, у которого образование? Я не против образования. Но образование это должно вписываться в рамки Святой Библии. Я говорю то, что в моей биографии. Нас же говорили, а если бы Козлов, то она Козлов, Сергей-то как отзывается Игнать. А вот Сергей бы восстал на него, тогда бы он увидел, какие зубы у Игнатия. Не будет этого никогда. У меня останется то, перед чем я благоговею. Перед страданиями. Что в таком месте и человек не опустил руки. Игнатьевич, восстания, какие восстания? Мы вообще не должны, на что тут, я не знаю, восстания, обижаться. Друг дружкам мы, понимаете, мы вот в этом мире, я не знаю, как муравьи какие-то, как муравьи могут друг на друга обижаться там или что-то вообще, я не знаю. Что это вообще, миф какой-то пролетит там, кого-то зло бурить какой-то. Я вот пытаюсь с ними, опять же, это, смотрю, Дудину написал, смотрю, он на меня, это, ершится на меня, я с вами не буду разговаривать. Ущерб какой нанес. А мне вспоминается рассказ у Ивана Сергеевича Тургенева, две горы, самые высокие горы, покрытые вечным снегом, и они грохочут. И как дела твои? Она ответ, говорит, через две тысячи лет только дает. Хорошо. Прошла тысяча лет, та гора спрашивает, и что ты там видишь? Та через тысячу лет ответ дает. Какие-то маленькие существа, как муравьи, копошатся, что-то роются, друг друга зарывают в землю. Вот это, талант. А горы стоят могучие, непоколебимые, через тысячу лет ответ, и они видят, и тогда зарывали, и сейчас зарывают, и зарывают друг друга. Я маленький еще раз раз расскажу Тургеневу, может, слышал это. Одна девушка на испытании стоит, перед ней открылась дверь, и голос ей говорит, если ты шагнешь через порог, ты потеряна будешь для родных, для близких, тебя будут гнать, конфискует имение, будешь оклеветанная, и она все это слушает, а впереди что-то у ней маящит. Когда она все слышала, и так, решайся, она говорит, принимай, и шагнула, будь ты проклята, заскрешетала, а тихий голос ответил, святая. О! Ну, все? Да, я говорить не могу, мне кот двери открыл, и не могу говорить. Ну, все, с Богом. С Богом. Спасибо, Христос, что пришли. Как что, так заходите. Мне это очень приятно и нужно. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.